Беззащитный лосенок подкрался к вооруженному солдату. То, что было после, просто невероятно. Эрих Ери Прика является военнослужащим эстонских сил обороны и недавно дислоцировался с подразделением у берегов озера Версяв. Именно там, на прошлой неделе, Прика решил отправиться в лес в поисках, как он выразился, альтернативной ванной. «Я услышал смешные голоса, которые напоминали мне кошку или маленького ребёнка», — сказал Прика. «Я заметил какое-то милое животное, идущее ко мне. Сначала он напомнил мне собаку, но довольно быстро я понял, что это был маленький лось, который пытался мне что-то сказать». Лосенок был там совсем один. Не желая усугублять страдания животного, Прика решил сесть в надежде, что лосенок вернётся к своей матери, где бы она ни была. «Он медленно подошёл ко мне», — сказал Прика. «Сначала он был довольно застенчив, но в конце концов решил, что я заслуживаю доверия, и подошёл ко мне очень близко». Прика опешил. Но потом лосенок пошёл ещё на шаг ближе. «Он даже пытался найти что-то под моей подмышкой», — сказал Прика. «Он мог подумать, что у меня молочные железы». Лосенок, казалось, быстро посчитал солдата своей матерью. «Я позвонил в наш ветеринарный кабинет и сообщил, что произошло. Я хотел сделать больше для лосенка и спросил, что мне делать». Прика велели вернуть лосенка туда, где его нашли, и следить за ситуацией. Из отчёта Прика на место происшествия был отправлен ветеринар с бутылкой молока, чтобы накормить лося на случай, если его мать не вернётся. Прика и его подразделение сделали всё возможное, чтобы не беспокоить область, в случае, если мать будет испугана. «И, конечно же, услышав зов лося ночью, Прика проснулся, чтобы найти лосенка». «Мы заметили очень свежие следы большого лося, которые показали, что маленький лосенок был спасён матерью», — сказал Прика. Как солдат, Прика считает своим долгом также защищать животных, и в этом случае он отлично справился с этой задачей. «Я хотел, чтобы мать лосёнка нашла его, и я был очень доволен, когда узнал, что они действительно нашли друг друга».